В конкурсе профессионального мастерства среди водителей троллейбусов участвовали 20 брещан, которые ежедневно курсируют по транспортным артериям города. Инициатива проходит на большой территории троллейбусного депо. На маршруте несколько испытаний. Спринт на быстроту, вождение по трассе, сдача правил дорожного движения. Это важно для водителя. Во-первых, он освежит память по правилам дорожного движения, освежит навыки свои вождения, как он заезжает в боксы, как он по прямой, как к остановочному пункту подъезжает. Участвовали мы в международных конкурсах, то есть ездили в Россию. В этом году был в Белоруссии Гродно конкурс международный, то есть были там представители с Литвы, с России, с Санкт-Петербурга стулы приезжали, с Люблина был представитель с Польши, ну и все белорусские были предприятия. Ну и решили на осень провести у себя такой конкурс. Конечно, водители троллейбуса выполняют подобные элементы по сто раз на день. Утро Эдварда Кузьмича начинается затемно, выходит на свой маршрут уже 16 лет. В конкурсе участвует второй год подряд, конкуренции не боится. В прошлый раз мужчина занял почетное первое место, а вместе с ним получил классность и денежный приз. Кстати, в этом конкурсе призы такие же. На транспорте уже больше 40 лет проработал, всю жизнь с транспортом, как-то ей нравится и уже втянулся в конкурс, не первый раз уже участвую. В прошлый раз завоевал первое место, получил второй класс. Ну и как-то, чтобы поддерживать форму, хочется попробовать еще раз. Ну с молодежью трудно уже цегаться, конечно, но все равно попробую. Работаю я уже 10 лет. Работа моя нравится. Ну почему я решил участвовать в конкурсе? Конечно, можно повысить классность, можно получить какую-то компенсацию денежную. Сложности у нас вообще по профессии есть, то что, конечно, ранний подъем на первую смену, со второй смены поздно ложишься спать. Приезжаешь поздно, конечно, да. Но так, если работа нравится, то это не помеха. Оценивают уровень профессионального мастерства сотрудники службы организации движения. К слову, результаты конкурса будут известны позже. Водители будут соревноваться еще две недели.